В бытность футболиста Матвей Черкасский был нападающим и выступал в 40-х и 50-х годах за Одесский пищевик, АДО, Спартак, Металлург и СКВО. Тренерскую карьеру начинал в Желтых водах, поработал в Винницком локомотиве и в июле 64-го вошел в тренерский штаб черноморца. Мои лучшие годы считается работа с черноморцем. Лучше, чем с черноморцем, у меня не было, нет и уже не будет. В черноморце Матвей Леонтьевич проработал аж до 82-го года с перерывом на сезон 74-го года в Херсонском локомотиве и паузу с 75-го по 80-е годы. Работал я с такими выдающимися тренерами. Мне повезло в жизни с этим. Симонян, Морозов, Шапошиков, Рискеров, Субрицкий. Это выдающиеся тренера. И мне чему-то было научить. И понемножку у каждого я взял. Я считаю, что в своей карьере, где бы я ни работал, я всегда поднимался вверх. Сегодня Черкасский живет за океаном. В Нью-Йорке он работает детским тренером и растит новые футбольные таланты. Ежегодно участвует в проведении традиционного Кубка Лобановского. В нем участвуют ветеранские команды со всего мира. В том числе ветераны черноморца и киевского «Динамо». Здесь приехали наши одесситы. Нужно дать Саша Розенштраут и Борис Крайтман. Мы взяли из ничего. На пустом месте были чемпионы Нью-Йорка. Вот сейчас у нас там много есть мальчиков, которые есть надежда, что они вырастут у настоящих футболистов. В футбольной диаспоре бывших одесситов, которые работают в футбольном клубе «Черноморец», а есть такой футбольный клуб детско-юношеский в Нью-Йорке, я и познакомился с Матвеем Леонтьевичем. Ну, он человек уникальный. До сих пор, несмотря на возраст, он продолжает трудиться на благо футбола, воспитывает юных футболистов. Желаем легендарному одесскому тренеру стойкости и крепкого здоровья, чтобы воспитать новых футболистов-вундеркиндов. Может быть, в скором времени они усилят и одесский «Черноморец». Дмитрий Богомолов, телекомпания АТВ.